Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня со стаима от подписчиков. Но вначале давайте-ка прокачаем героя. И большинство подписчиков сегодня попросило, чтобы я прокачал Морозную Кошку и Эприл Кунаичи. За Морозную Кошку проголосовало 3 подписчика и за Эприл тоже 3 подписчика. Поэтому, друзья, я думаю, давайте-ка сегодня мы прокачаем этих 2 героев. Итак, начну-ка я с Морозной Кошки. К сожалению, друзья, с ней ситуация неоднозначная. Вот этот прикольный персонаж. Я уже довольно-таки неплохо ее прокачал. И, как видите, для дальнейшей прокачки не хватает особых платиновых ингредиентов. Причем первая, четвертая и пятая способности прокачаны до максимума. У нее прокачана только вторая и третья. Вот, а Эприл Кунаичи, я думаю, мы с вами прокачаем без проблем. Ну что же, давайте-ка возьмем этого прикольного персонажа и попытаемся прокачать. Вот так здорово она выглядит. Вот, и когда на нее нажать, вот такой вот делает классный трюк своим веером. Сбивает, сшибает головы крэнгов. Ну что же, друзья, давайте-ка займемся прокачкой. И первая способность Эприл Кунаичи – близость к врагу. Вот, прокачим ее до шестой ступени. Дальше нет возможности прокачать, не хватает особых платиновых ингредиентов. Вот, кроме того, давайте-ка, друзья, я попытаюсь прокачать вот следующую способность. Это пальцы веером. Вот, отлично, прокачим ее до пятой ступени. Кроме того, друзья, давайте-ка я сразу же переключусь к пятой способности. Это психическая перегрузка. Вот, массовая атака с цепными молниями. Удалось мне прокачать ее на четвертую ступень. Ну и, друзья, все. Дальше не хватает ингредиентов. Ничего страшного. Давайте-ка отправимся с вами на турнир. Продолжим битву. И я беру команду от подписчиков. Вот, кто первый написал в последнем видео состав от подписчиков. Но вначале давайте-ка передам привет. Итак, большущий черепаший привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый черепаший привет Максиму Алексину, подписчику с нишком Яша Кек, Зекету, Ярику Воронину, Максу Дмитруку, подписчику с ником мультфильмы и игры сериал онлайн, Михаилу Чередько, Ромиксу, Кириллу Завгороднему, Данилу Слащеву и Армана Багманяну. Друзья, большущий черепаший привет от наших героев Черепашки Ниндзи Легенды и от меня лично. Ну а сейчас битву. И первым написал и оставил свой состав в последнем видео составе от подписчиков. Это Максим Алексин. И его состав. Сплинтер, Микки Ведение, Бакстер Стокман, Бакстер Муха и по-моему все. Сплинтер, Микки Ведение, Бакстер Стокман, Бакстер Муха. Да, всего 4 персонажа, ничего страшного. Вот теоретически, конечно же, 5 лучше, тогда наши герои больше получат наград. Тем не менее, как по мне, команда очень даже неплохая. Ну что же, начнем выбивать сначала Голубя Пита. Он является хилом и Бакстер Муха пытается забросать его кислотой. Результат слабенький. Ну, возможно, что-то сделает Сплинтер при помощи своей Тайной Катаны. Удар. Ну что ж, здорово. Бакстер Муха выбит. Дальше прокачиваем точность благодаря особой способности Микеланджело Ведения. Вот так. Отлично. И попытаемся справиться с кроликами. Они опережают. Они трансформируются в плазменную пушку и наносят сокрушительный удар. Вот, нанесли повреждение нашему отряду. Но и у нас довольно-таки крутой отряд. И Бакстер Стокман выпускает ударную волну, нанося вот массовый урон. Здорово. Кстати, вот подгрыз посепенный урон еще Криса Брэдфорда. Враг пытается что-то сделать. Но первым делом пусть разберемся мы с кроликами. Есть Бакстер Муха добивает кроликов. А Сплинтер наносит удар по уязвимым точкам. Вот. И выбивает Донни из мультика. Супер. Ну что ж, друзья. Возможно, это будет финальный удар. И Микки Ведения наносит удары серпами. И побеждает в этой битве. Отличнейшая победа, отличнейший бой. И мы идем с вами дальше с составами от подписчиков. Но вначале давайте-ка посмотрим, на какое место мы попадем. Из 33-го места на турнире мы попадаем на 25-й. Конечно же, если у нас в команде было бы 5 игроков, мы продвинулись повыше. Но я не думаю ничего страшного. Итак, Кирилл Кашлец. Вот этот подписчик оставил следующий состав. И его состав Лео Классический. Вот. Давайте-ка выберу врагов посильнее. Чтобы был интересно. Итак, Лео Классический. Давайте-ка я его поищу. Где-то он должен быть в этом районе. Да, вот. Отлично. Дальше Бакстер Муха. Вот интересно. Пульверизатор Мандагека Ишинигами. Ага. Ну что же. Интересный, интересный состав. Необычный. Вот удалось мне найти Мандагека. Вот ищу. Где-то здесь должна быть Ишинигами. Вот есть и пульверизатор. А вот и Ишинигами. Итак, еще раз. Кирилл Кашлец. И его состав Лео Классический. Бакстер Муха. Пульверизатор. Мандагека Ишинигами. И мы идем вперед с этим интересным составом. Вообще, очень необычный состав. Ничего подобного у меня еще не было. Вот, честно говоря, логики даже не прослеживаю. Все разные герои. Причем, довольно-таки прикольные. Ну что же. Начнем выбивать врагов. И начну-ка я из Лео из мультика. Вот. Он довольно-таки сильный боец. Классный хил. И его надо выбивать в первую очередь. Бакстер Муха пытается забросать его кислотой. Удалось оглушить. Мандагека наносит сокрушительный удар своим языком. Вот. Нанося дополнительный урод. И да. Возможно, Синегами сейчас добьет. Призвал демона Они из японской мифологии. Вот удар есть. Нам удалось выбить вражеского хила. А вот теперь уже дело за малым. Вот. При помощи особого удара. Вот Лео классически хватает кренга. Метает его. Прошу прощения. Это был фут. Метнул фута и выбил очередного врага. Вот. Неплохо. Привлечем еще к пульверизатора. Пусть он вот так. Вот. Раздражает и оскорбляет врагов. Привлекая к себе внимание. Вот. И ничего себе. Как он расстроил и разгневал спинтера. Сразу же атаковал. Да и доктор Роквелл. Смотрите, что делает. Достается нашему пульверизатору. Ну. Зато, друзья. Он здорово держит удар после вот такого оскорбления. Ну. А вот теперь пришла очередь наших героев. И Лео классический ударом в катан сверху. И наносит сокрушительный удар Крису Брэдфорду. Тот выживает, но ненадолго. Бакстер, Муха. Вот заплевал его кислотой. И отправил на опережение. Дальше идет следующий. Это массовая атака Мандагека. Бросает гранату в баллончике с краской. Наносит массовый урон. Но враг выживает. Ненадолго. Синегами призывает стаю литычек мышей. Которые наносят сокрушительные удары. Опять же сплинтер выживает. Хотя постепенный урон его подгрызает. Вот. Ну я думаю не дадим мы ему шанса. Пусть пульверизатор его добивает. И останется только доктор Роквелл. Вот. И так. Черепашки вперед. Кричит Лео классический. Вот. Бакстер Муха подлечивает наш отряд. Восстанавливая способности. А Мандагека прокачивает скорость нашего отряда. Играя на воображаемой гитаре. Вот. Целая куча положительных эффектов. Вот. Кроме того. Вот. Мандагека особым ударом. Пульверизатор. Прошу прощения. Пытается выбить. Вот. Доктора Роквелла. Урон неплохой. Но тот выживает. Надеюсь. Тоже с синегами уже справится. Итак. Удар. Ее особым оружием. Каким-то медным мечом. Вот. Наш. Вот. На хлысте. Или как это оружие называется. Точно не знаю. Но урон нанесла неплохо. Итак. Друзья. Неплохой результат. Прорываемся мы с вами на 12 место. И возможно после команды следующего подписчика мы попадем в Лигу Мастеров на третью звездочку. Ну а сейчас команда от подписчицы. Бумага и сюрприз. Попросила подписчица. Чтобы я взял на турнир Макмена. Острозуба. Эйплил Кунаичи. Крипа и Морозную Кошку. Вот. Здорово. Друзья. Вот. Пытались мы прокачать. Сегодня Морозную Кошку не получилось. Эйплил Кунаичи получилось. И полностью. Вот. Два героя. Которых нам заказали сегодня подписчики. Причем. Друзья. Смотрите. Как здорово. У врагов тоже есть Морозная Кошка. Вот. И так. Давайте-ка я ищу. Острозуба. Вот. Удалось. Крипа. Удалось найти. И мне еще нужен Макмен. Вот. Где его искать точно не знаю. Но сейчас думаю найдем. И так. Макмен. Где же ты можешь быть? Вот он. И так. Команда собрана. Напоминаю. Команда от подписчицы. Бумага и сюрприз. Вот. Посмотрим. Как это все сработает. Вот. Ну что же. Здорово. И так. Друзья. Тестируем телекинез. Который мы сегодня прокачали. И Эйприн наносит очень мощный удар. Вот. Досталось Морозной Кошке. Вот. И наша Морозная Кошка пытается запинать вражескую. Метая снежный комочек. И что же. Есть. И так. Общими усилиями удалось запинать вражескую Морозную Кошку. А вот теперь Макмен идет в атаку. Пытается справиться с Рафом Ведения. Хороший удар. Но Раф выживает ненадолго. Ударом плеча. Астрозуб выбивает Рафа. Что ж. Неплохо. Кроме того. Крип пытается вытянуть жизнь. И зрок стыги мультяшного. Вот. Получилось слабо. Но. Враги в ярости. И Мики Ведения качали. Такая точность для своего отряда. Вот. Вражеская. Пытается что-то сделать. Бибоб классический. А Рокстыги разгоняется. Интересно. Кого же он атакует. Досталось. Эприл Кунаичи. Ну что ж. Наша Эприл в ярости. И мы испробуем способность. Которые. Вот сегодня прокачали. Удар цепными молниями. Ох. Как здорово. Поджарила. Удалось выбить Рокстыги. Морозная кошка тем временем угощает наш отряд сырным мороженым восстанавливая здоровье. А завершающий удар наносит Макмен метая металлом и всевозможный мусор. Вот победа. Идеальная победа. Отличнейший бой. И мы идем с вами дальше. Вот. Итак. Удастся ли прорваться в Лигу Мастеров на третью звездочку? Если да. То это будет здорово. Да. Друзья. Удалось. Удалось. Вот. Кстати. В Лиге Мастеров играют самые сильные игроки. Поэтому. Друзья. Я думаю. Бой будет интересен. Вот. Итак. Давайте-ка возьмем команду с Эприл. И посмотрим. Кто дальше из подписчиков написал свой состав. И это Сергей Распертов. Попросил Сергей, чтобы я взял команду. Бибоп. Шреддер. Ну давайте, наверное, все же я буду по очереди брать. Чтобы не запутаться. Итак. Мне нужен Бибоп. Шреддер вот я нашел. Где-то здесь вот мелькнул был Бибоп. Вот вижу Рокстаги. Ага. Вот он Бибоп. Лео и Железная голова и Рокстаги. Ага. Вот Рокстаги нашел. Ищем Лео и Железную голову. Где-то здесь. Да. Вот Лео. И если я не ошибаюсь, в этом районе должен быть Гирез Железная голова. Робот, которого создал Донни. Кто смотрел, друзья, мультик. Вот тот знает. Очень прикольный, классный персонаж. Очень здорово вот сражается. Итак, друзья. В первую очередь, конечно же, я буду пытаться справиться с вражеской Эйприл. И Шреддер мультиашным особым ударом сверху пытается нанести побольше повреждения. Эйприл выживает, но ненадолго. Биб отметает клеевую бомбу. И мы празднуем практически победу. Вражеского хилера удалось выбить. Вот враг еще пытается что-то сделать. Но без подлечивания я не думаю, что это что-то поможет. Хотя давайте-ка не станем рисковать. И да, вот подсказочка у Лео. Из мультика, из нашего отряда, есть преимущество перед вражеским классическим Микки. Видите, зеленый треугольничек. Поэтому мы воспользуемся этим ударом. И да, вот видите, как здорово Лео рубанул своими катанами, без проблем выбив врага. Если бы не было треугольника зеленого, не было бы такого урона. Вот, кстати, а вот у Биба по классическому сейчас, видите, красный треугольник. Значит, урон поуменьшен. Тем не менее, давайте-ка посмотрим, вот сколько нанесет урон железная голова. Вот видите, как мало урона. Зато проявился особый скилл. Вот появился постепенный урон. Ох, ничего себе, как досталось нашему отряду. Особенно железной голове. Поэтому, друзья, надо подключать массовую атаку. Итак, Рокстеди поджаривает вражеский отряд при помощи огнемета. А Шреддер восстанавливает. Вот, кстати, одна из особенностей Шреддера из мультика. Он может подлечить отряд. И, кроме того, призвать своих ниньц и сам пойти в атаку. Опять же, нанося массовый урон. Вот, супер. Ну что же, здорово поставил точку Шреддер в этой битве. И мы идем с вами дальше, продвигаясь все выше по турнирной лестнице. Итак, с 99-го места мы прорываемся на 84-е. И я беру следующую команду от наших подписчиков. И следующим написал и оставил свой состав. Это вот Эмин Годжаев. Вот латиницей написано. Поэтому, надеюсь, что правильно прочитал фамилию. Итак, попросил Эмин, чтобы я взял состав Лео, Усаги, Сплинтер, Раф. Ну что же, дружище, без проблем. Вот давай-ка я только подберу врагов посильнее. Ну, пусть будет вот этот первый отряд. Итак, Лео, Усаги. Вот не уточнял, какой Лео. Поэтому, друзья, конечно же, я беру Лео из мультика. Вот по умолчанию, если не называется герой, то это герой из мультика. Вот Рафа я взял. Сплинтера восстанавливаю при помощи Билетика. И еще берем, конечно же, Усаги и Димба. Команда хороша. Жаль только, что 4 героя. Ну, ничего страшного. Вот, несмотря, что их только 4, они настолько круты, что без проблем победят. Кстати, самые, тоже самые, вот, классные, положительные герои. Лео, Раф, вот, Сплинтер и Усаги. Хотя, Донни и Микки тоже довольно хороши. Итак, первым делом Усаги и Димба прокачивают продвинутую защиту плюс контратаку. Особая способность кролика-самурая. Вот, супер. Итак, удалось сделать эти бафы. И теперь давайте-ка пытаться наносить повреждения. И атакуя Ядони, у него повышен урон. Возможно, удастся нанести критический удар. Не сумел. Не сумел его Лео запинать катанами. Значит, давайте-ка еще усиливать наш отряд. Итак, Сплинтер медитирует. Еще, вот, усиливая наш отряд, вот, прокачивая положительные эффекты. Вот. И да, кстати, у Рафа сейчас из мультика, вот, есть, видите, опять же, более повышен урон по Рафу из ведения. И я попытаюсь им воспользоваться. Раф наносит удар Сайз-разворота. И, опять же, вражеский, вражеский Раф выживает. Вражеский Раф выживает. Вот, пытается что-то сделать. Ох, ничего себе. Смотрите, что делает вражеский Раф ведения. Поджаривает наш отряд огненным торнадом. Пытался отомстить Лео, но Раф из мультика все же добил Рафа ведения. Что ж, это чудесно. Это здорово. Идет в атаку Раф оригинальный, но Лео мстит. Вот, отлично. Нанесен дополнительный урон. Сплинтер медитирует. Вот, неплохо. Ого, Крис Брэдфорд тоже идет в атаку. Пытается нанести повреждение у Саги Димба. Что ж, месть моя будет жестока. И кролик у Саги Димба идет в ярости в массовую атаку. Вот, выхватывая две катаны, он рубит все на своем пути. Нанося массовый урон. И что же, и здоровье врага просто тает. Вот, у двоих врагов вообще. Вот, у вражеского сплинтера и Рафа оригинального постепенный урон догрызает. А Лео... Прошу прощения, а Крис Брэдфорд здоровье на минимуме. Ну что ж, друзья, подключаю Лео. И опять же, массовая атака. Вот, после у Саги он уже просто стальным торнадо добивает остальных врагов. И мы побеждаем идеальной победой. Вот, кстати, битва и команда мне понравилась. Благодарю подписчика за этот состав. И мы идем с вами дальше. Опять же, неплохо продвигаясь по турнирной лестнице. И попадаем на 76 место. Вот, хороший результат. Итак, давайте-ка выберем врагов посильнее. И возьмем следующую команду. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, кто что написал. И следующий подписчик это Аунур Аунур. Аунур Аунур. Вот латиницей написано, поэтому тоже надеюсь, что правильно прочел. Итак, два слова Аунур Аунур. Попросил подписчик с вот таким ником, чтобы я взял Супер Шредера. Отлично. Супер Шредера сегодня еще никто не заказывал. Лео Раф. Видение Сплинтер Кролики. Ага, вот есть кролики. Давайте-ка возьмем Сплинтера. Опять же, восстановим. Вот так, замечательно. И нам нужен левый Раф видение. Так, вот вижу Рафа видение, а вот и левое видение. Ну что, вперед. Итак, напоминаю, команда от подписчика Аунур. Вот латиницей написано. И давайте-ка мы посмотрим, что мы здесь можем сделать. Итак, у врагов есть классический. Раф. Довольно-таки неплохой хил с массовой атакой. Вот, правда, урон уменьшен. Но, надеюсь, Кролики справятся. И Кролики, трансформируясь в огромное колесо, наносят колоссальный удар. Но, вы видите, вражеский Раф выживает. Ничего страшного. Вот, и благодаря левому видению мы еще прокачаем дополнительную скорость. А благодаря Супер Шредеру, кроме того, прокачаем постепенные исцеления плюс дополнительную защиту. Итак, целая куча бафов, положительных эффектов. Вот, отлично. И, надеюсь, уже сейчас Сплинтер добьет классического Рафа и выбьет вражеского хила. Вот, неплохо. Теперь надо справляться с врагом посильнее. И, мне кажется, это Микки ролевой. У него две массовые атаки. И на Шраф Ведении попытается его поджарить. Вот, неплохой удар. Но, видите, Микки выживает и контратакует Вантузом. Вот, нанесен массовый урон. Сплинтер мстит. Ну, и это все, что смог сделать Сплинтер. Вражеский Сплинтер, опять же, усиливает свой отряд. А Слэш пытается нанести повреждения кроликам. Вот, по-моему, проходит мимо удар. И да, друзья, пришло время наших кроликов. И они трансформируются в огромного робота. Вот, кролика-трансформера, который наносит сокрушительный удар. Вот, просто вышибая сразу двоих врагов. А точку ставит для уведения, бросая взрывную тыкву. Вот, взрывая ее в полете стрельвой. Ничего себе. Вот, в Рокстеде кролик выжил. Как после такого можно выжить, я не знаю. Но, сейчас точку уже точно поставит Супер Шредера особым ударом шипами из-под земли. Вот так. Удар и Рокстеде побежден. И мы празднуем очередную победу. Вот, просто чудесно. Итак, отличнейшая битва, отличнейшая команда. И мы идем с вами вперед. 76 место. Мы прорываемся на 70. Вот, честно говоря, рассчитывал на лучший результат. Ну, тем не менее, как-то вот так. Итак, следующая команда, друзья. Следующая команда. И это Яша Кек. Попросил Яша, чтобы я взял Микки Мультик. Так, давайте-ка попробуем взять. Итак, мне нужен Микки из Мультика. Здорово. Морозная кошка, Рокзар. Вот, правда, Морозная кошка сегодня уже участвовала. Ничего страшного. Сейчас мы ее вот воскресим. Отжимим. Да, есть. Вот, отлично. Итак, Морозная кошка восстановлена. Рокзар, Мандагека и Кожеголов. Отлично. Нашел Рокзара. Остался только Мандагека и Кожеголов. Вот, супер. Мандагека восстановлен и Кожеголов. Итак, напоминаю, состав от подписчика Яша Кек. Идем с вами в битву. И надеюсь, что результат будет хороший. И да, друзья, смотрите, как здорово. У нас Микеланджело из мультика. Врага Микеланджело из фильма. И тот, и второй довольно-таки неплохие хилы. Но у нашего Микеланджело из мультика есть особая способность. Он прокачивает уклонения. Теперь вражеские удары будут проходить мимо. Но я все же буду пытаться добить вражеского. И Рокзара наносит очень мощный удар Микку из фильма. Тот выживает. Кроме того, давайте-ка я прокачаю скорость нашего отряда. Вот Мандагека забавно играет на воображаемой гитаре. Вот, а Морозная кошка метает снежный комочек. И так, и что же. Да, вражеский Микки выбит. Отлично. Дальше давайте-ка подключать. Вот, Кожеголова. И он хватает Кренга, как дубиной. Наносит сокрушительные удары. Вот, наносит неплохой урон Рафу. Тот выживает. И уже враги начинают контратаковать. Атакует сплинтер по уязвимым точкам. А Крис Брэдфорд прокачивает дополнительную защиту. Это, кстати, уже не очень хорошо. Вот теперь героям нашим будет сложно пробить вражескую защиту. Но я думаю, друзья, ничего страшного. Сейчас будем стараться бить массовыми атаками. И так, начнем. И вот Микеланджело из мультика. При помощи дымовой бомбы. Завесы наносит неплохой урон Крису Брэдфорду. Правда, тот выживает. Возможно, что-то сделает Рокзар. Итак, метает когти. Он наносит дополнительный урон. Но опять же, Крис Брэдфорд выживает. Что ж, возможно, что-то сделает граната Мандагека. Удар, взрыв. Опять же, враг выживает. Ох, как непросто здесь оказывается победить. Вот, надеюсь, друзья, только на Кожеголова. Вот, пытается все же Морозный Коскас зацарапать Криса Брэдфорда. И, наконец-то, ей удается. А вот теперь прошло время и Кожеголова. Вращаясь, наносит массовый удар. Выбивает двух черепашек. Сплинтер остался. Но это уже не помешает нам победить. Итак, восстанавливает наш отряд Микеланджело из мультика. Праздная, вот, и поедая пиццу. А Рокзар пытается выбить сплинтера. Не получилось. Все-таки крут. Крут сплинтер. А как насчет удара языком Мандагека? И Мандагека справляется и побеждает сплинтера. И мы празднуем победу. Вот еще интересно, друзья. Вот куда мы с вами, на какое место переместимся. Итак, вперед-вперед. С 70-го места я прорываюсь на 55-е. Хороший результат. И мы идем с вами дальше. Вот, давайте-ка выберем очередную вражескую команду. И возьмем, опять же, команду от подписчиков. И этот подписчик с ником Закет. Вот, попросил он состав. Лео Космос, Лео Фильм, Раф Видение, Раф Мультик, Дони Фильм. Ну что ж, давайте-ка я попробую этот состав восстановить. Итак, два Рафа Видения, Лео Космос, Лео Фильм. И сейчас попробую тоже создать это все. Вот где Лео Фильм найти? Да, вот здесь. И еще нам нужен Дони Фильм. Ага. Вот очень-очень необычный состав, но, как по мне, очень даже неплохой. Итак, Закет, подписчик с ником. И его состав Лео Космос, Лео Фильм, Раф Видение, Раф Мультик и Дони Фильм. Ну что ж, вперед, друзья. Очень-очень даже неплохой и забавный состав. Два Лео, два Рафа и Дони. Причем все герои разные. Ну, в принципе, два из фильма, это Лео и Дони, а вот так вообще мультик, видение, космос и фильм. Итак, первым делом прокачиваем дополнительную защиту, благодаря образу капитана Раяна, которым воспользовался Лео Космос. Неплохо. Кроме того, пытаемся поджарить Бибопа Кролика. И Раф наносит вот такой вот огненный урон, огненной атакой. Бибоп выживает, но ненадолго. Лео из фильма наносит удар катаной с разворота. Ничего себе, Бибоп держит удар. Бибоп держит удар, но я не думаю, что это ему что-то поможет, потому что Раф с разворота наносит удар Саи. Вот так. Есть. Бибоп выбит. Дальше, друзья, мы подключаем Дони, и он пытается электрическому бону нанести вот хороший удар. Раф уведение. Урон минимален, но Раф переходит в контратаку. Вот наносит нашему отряду урон огнем. Пытался отомстить Раф из мультика, но враги продолжают танковать. Итак, атака ядовитым облаком дрона Дони из фильма. Вот, отлично. Итак, враги неплохо идут в атаку, но здорово, что у нас есть Лео из космоса, и он призывает корабль фагитоида, который из орбиты наносит неплохое повреждение врагам, а точку поставит Раф видение огненным смерчем, выжигая все на своем пути. Что ж, это было круто, это было здорово, это было интересно. Вот Раф просто всех добил и победил в этой битве. Ну, благодаря Рафу мы, можно сказать, победили, и мы переходим дальше по турнирной лестнице. Итак, следующая команда, следующая команда, и давайте-ка, друзья, я возьму вот команду с Дони, с хилом Дони ролевым. Вот, а следующая команда у нас от подписчика с ником Ясин Хасханов. Попросил Ясин, чтобы я взял Астрозуба, Саблезуба, Биба Памультика и Рокстеги Мультика. Вот, ну что ж, без проблем, дружище. Давай-ка мы попробуем вот восстановить твой состав. Итак, Астрозуб, где-то здесь есть Саблезуб, отлично. Биба Памультика, вот он, и Рокстеги Мультика тоже здесь присутствует. Всего 4 персонажа, но я думаю, вот это будет неплохой бой. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, первым делом, конечно же, я буду пытаться справиться с Дони ролевым. Очень крутой волшебник, и Саблезуб пытается его закусать. Мощный куст, но Дони выживает. Возможно, что-то сделает Бластер и Биба Памультика. Биба Памультика с пояса бьет, опять же, вот Дони выживает. Кроме того, враг прокачивает атаку своего отряда. Это, честно говоря, не очень хорошо, потому что урон противника будет повышен. Биба Памультика классически атакует, правда, удар проходит мимо. А вот Астрозуб уже кулаком сверху добивает вражеского Дони ролевого. Чудесно. Идет в массовую атаку Раф. Ничего себе! Смотрите, что сделал вражеский Раф введение. Он поджарил наш отряд, а вражеский Раф оригинальный добил Биба Па из мультика. И я, друзья, просто в шоке. Ну что же, будем мстить. И Роксты поджаривает вражеский отряд при помощи огнемета. Вот, враги не останавливаются. Забрасывает наш отряд сюрикенами. Вот, но я думаю, это уже не имеет значения, потому что наши герои пришли в ярость. Вот, ударом Мог, Саблезуб пытался выбить Биба Па, не получилось. А вот Роксты сейчас ударом Рога постарается отправить Рафа введение на перерождение. Да, Раф выбит. Ударом плечо Астрозуб выбивает Биба Па классического. Вот, а Саблезуб пытается справиться с Рафом оригинальным. Да, вот наши герои в ярости. Видите, как расправились с отрядом, отомстили за смерть Биба Па мультяшного. Вот, и так, друзья, победа не идеальная. Всего две звездочки, если я не ошибаюсь, да. И мы очень слабо передвигаемся по турнирной лестнице. Всего забрались на 44 место. Тем не менее, я считаю, неплохой результат. И мы берем следующую команду от наших подписчиков. И это подписчик, возможно, подписчица с ником OswinPlay. Вот в латинице написано, поэтому я надеюсь, что правильно прочитал. OswinPlay, ну как-то так. Итак, Змея Карай, Шенигами, Сплинтер, Эппил Кунаичи и Голуб Пит. Вот, ну что я скажу, неплохой выбор. Вот неплохой выбор. Давайте-ка попытаемся его собрать. Итак, Змея Карай. Где же эта змейка? Вот она. Шенигами, Сплинтер. Ну, давайте, наверное, все же, друзья, я пойду по очереди. Где-то здесь должна быть Шенигами. Да, вот удалось восстановить. Кроме того, друзья, я увидел Эппил Кунаичи. Давайте-ка сразу же тоже ее возьму. Вот. Голубя Пита и Сплинтера. Ну, Сплинтера давайте-ка, наверное, все же я восстановлю. А потом поищем Голубя Пита. Вот, насколько я помню, он находится в конце. Поэтому проблем с поиском этого забавного героя не должно быть. Да, вот. Итак, вперед в атаку. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, у врагов есть Хил Микеланджело из мультика. А у нас Голубь Пит. Вот, и мы постараемся выбить Микки первым. Змея Карай атакует особым кусающим ударом. Микки оглушен. Это уже радует. А тем временем наш Голубь Пит прокачивает уклонение. Вот, тоже должен был сделать Микки. Но благодаря тому, что он оглушен, он не может это сделать. Вот, неплохо. А мы продолжаем атаковать. И синегами призывает демона Они. Вот, при помощи талисмана тигриного глаза японский демон атакует, но Микки выживает. Ненадолго. Ударом веера при помощи телекинеза она отправляет этого героя на перерождение. Неплохо. Вот, продолжаем битву. И, надеюсь, удар по болевым точкам, который сделает сплинтеров уведения, отнимет много жизней. Вот, много жизней не получилось, но удалось навесить цепи. Вот, враг продолжает атаковать. И бомба Микки оригинального нанесла неплохой урон. Вот, плюс массовая атака слэша достается нашему отряду. Но наши герои неплохо держатся. И я думаю, сейчас мы, друзья, будем мстить. Итак, ох, ничего себе. И третья массовая атака врагов. Вот, куча голодных белок от Микеланджело видения. Мстит сплинтер. И, да, здорово, что у нас есть голубь Пит. Он восстанавливает и подлечивает наш отряд, кушая хлебушек. Вот, неплохо. Итак, продолжаем битву. И синягами при помощи стаи летучих мышей пытается выбить рафа. Да, раф видения уничтожен. Вот, кроме того, призываю Эприл, которая цепными молниями наносит колоссальный урон врагам. Сразу же выбивая двоих черепашек. А точку ставит сплинтер ударом тайной катаны. Отправляя раф видения на перерождение. Вот, просто-просто чудесно. Итак, идеальная победа. Отличнейший бой. Хорошая команда. И мы идем дальше. Вот, благодарю подписчика застав. Возможно, подписчица. Ну, как-то так. Итак, вперед, друзья. Следующая команда от наших подписчиков. И следующим написал и оставил свой состав. Это Данил Барабашов. Попросил Данила, чтобы я взял усаги. Кролики. Би Баб Кролик. Рок Стэди Кролик. Название Кролики. Ага. Ну что ж, жаль. Нету пятого кролика. Вот, нашел Би Баба Кролика. Где остальных сейчас будем искать. Да, вот Кролики. Давайте-ка обычных восстановим. Где-то здесь должен быть усаги Зимба. И Рок Стэди Кролик, кстати, еще сегодня не участвовал. Да, вот я его нашел. Вот. И нам осталось только найти усаги. Вот он. Итак, команда Кроликов от Даниила Барабашова. Прошу прощения, Барабашова. Итак, посмотрим. Итак, посмотрите, как прикольно. У нас Би Баб Кролик и у врагов тоже Би Баб Кролик. И на сей раз, давайте-ка я начну с массовой атаки. Кролики трансформируются в плазменную установку. И просто поджаривает вражеский удар массовым выстрелом. Супер. Усаги Зимба тем временем сразу же, даже не прокачивая защиту, идет в атаку и наносит мощнейший удар своей катаной. Ну, ничего себе. Как Би Баб мог после такого выжить? Да, вот, кстати, это у меня усаги Зимба. Один из других героев, который прокачан на максимум на все 7 ступеней. Всего 2 героя. Это Раф. Прошу прощения, Лео Ведение и усаги Зимба. Вот. И вот видите, даже прокачанный до максимума удар катаной не всегда выбивает врага. Вот. Тем временем Би Баб Кролик, гранатометная морковка, бьет вражеского Би Баба Кролика. И это, и это неплохо, друзья. Вот, нанесен массовый урон. Враг выживает, но я думаю, друзья, ненадолго. Итак, Рокстеди. Рокстеди Кролик атакует. Вот, пытается забодать. Вот, выбивает Мандагека неплохо. Хотя, друзья, вот я не прав. Нужно было все-таки атаковать стиранка. У него 2 массовые атаки. Причем, может воспользоваться пулеметом. Вот. И, друзья, он воспользовался гранатометом. Массовый удар. Вот, забрал кучу здоровья. Но наш герой пока держится. А смотрите, что делает Вредина Хан. Он ослабевает защиту нашего отряда. Тем не менее, друзья, врагам я не дам воспользоваться. Призываем кроликов, которые трансформируются в огромного робота. И с сокрушительным ударом отправляю сразу же двоих врагов на перерождение. Но Хан выжил. Как он мог выжить, я не знаю. Но после вот такого вот удара катанами у саги Димба он точно не выживет. Итак, мощнейший удар, мощнейшая битва и враг повержен. Просто супер. Итак, отличнейшая победа, отличнейший бой. И мы идем с вами дальше. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, куда мы сегодня попадем. Из 29 места я попадаю на 19. Вот, друзья, мне кажется, мы сегодня уже достаточно сыграли. Вот еще возьму один состав и сегодня на этом будем прощаться. Итак, состав от подписчика Ярик Воронин. Попросил Ярик, чтобы я взял Кожеголова. Да, вот давайте-ка, друзья, подберу врага, чтобы был поинтересней. Вот, ну, пусть это будет вот такая вот команда с доктором Черепашки, с доктором Роквеллом. Итак, мне нужен Кожеголов. Сейчас посмотрю. Секундочку. Итак, Кожеголов, Кожеголов. Сегодня он уже участвовал, но я надеюсь, что сейчас он тоже найдем. Итак, друзья, я его где-то пропустил. Он сейчас не активен. Вот, трудно его найти, но я надеюсь, нам это удастся. Вот он, есть. Кожеголов найден. Дальше мне нужен Шреддер из мультика. Вот тоже он сегодня участвовал, поэтому не активен и его трудно найти. Есть. Отлично. Алапекс. Супер. Вот, люблю, когда под конец видео появляются новые персонажи. Вот она, лисичка Алапекс. Пиццилицы. Вот, просто супер. Отлично. И Мега Шреддер. Ну, я понял, это Супер Шреддер. Имел в виду Ярик. Вот он, Супер Шреддер. Итак, отряд восстановлен. Вот, идем с вами в битву. И давайте-ка посмотрим, насколько хороша будет команда Ярика Воронина. Вот, просто-просто чудесно. Итак, первым делом, друзья, вот Алапекс здесь нету хила, поэтому, друзья, буду бить врага, который, я считаю, посильнее. Вот, постараемся справиться с Доктором Роквеллом. У него, кроме того, что есть массовая атака, есть возможность прокачать дополнительную защиту. Хороший удар Алапекс, но, вы видите, Доктор Роквелл выживает. Итак, Шреддер пытается выбить особым ударом сверху. Но, удар есть, вот, Доктор Роквелл побежден неплохо. Дальше, Супер Шреддер, метая свои косины и кунаи, наносит дополнительный удрон до низфильма. Тот выживает, ну, ничего страшного. Да, и пусть Кожеголов еще оскорбит врагов, привлечет внимание, чтобы других наших мобов меньше бы били. И да, есть, друзья, есть возможность Пиццилицева, и он забрасывает врагов раскаленным сыром. Вот, один из моих любимейших персонажей. Он у меня появился в начале игры, и я считал его лучшим бойцом. Ну, и, в принципе, до сих пор считаю Пиццилицев самым прикольным и зрелищным из героев. И да, пришло время Алапекс. Наша ниндзя-лисичка идет в атаку. Вот, вместо себя подставляет бревно и наносит сокрушительный удар со спины, сразу же выбивая вот одного врага и нанося колоссальный урон другим. Вот, что ж, друзья. Итак, пусть Шреддер пока подлечивает наш отряд. А кто же из персонажей добьет? И эта участь принадлежит Супер Шреддеру. Особым ударом, шипами из земли он наносит колоссальный урон и отправляет всех оставшихся врагов на перерождение. Вот, отличнейшая победа, отличнейшая битва. И, возможно, друзья, мы сейчас с вами доберемся до Лиги Мастеров. Ну что, друзья, смотрите, на четвертом месте, вот я даже не знаю, стоит ли прорываться на первое место. Наверное, давайте-ка, друзья, все же сделаем это. И следующая команда от подписчика с ником Миша Бро. Попросил он, чтобы я взял Лео Мультяшного. Вот, без проблем, дружище. Вот, давай-ка мы его возьмем. Хана, Бакстера, Стокмана, отлично. Вот, хороший выбор. Где-то Хан здесь должен быть. Вот, увидел к северу Монтеса. А вот и Хан. Кроме того, нужен Усаги и Зметьюн. Вот, есть Зметьюн. И где-то в этом районе должен быть и Усаги, и Дзимба. Да, супер. Ну что ж, вперед. Вот, итак, финальная битва от подписчика с ником Миша Бро. Вернее, команда от подписчика Миша Бро. И это финальная битва. Отлично. И первым делом Хан налаживает на врагов дебафы, уменьшая защиту вражеской команды. Супер, а Усаги Дзимба наносит мощнейший удар катаны. Вот, смотрите, друзья, насколько будет повышен урон, когда ослаблена защита врага. Но почему-то урон минимален из-за того, наверное, что Бибоб очень крут. Вот, все-таки свинья. Но Лео все же добивает его своей катаной неплохо. Кроме того, вот Змей Кьюн забрасывает врагов шипами. Вот, наносит массовый урон. Вот, кстати, здорово он проходит, благодаря тому, что вражеская защита уменьшена. Усаги добивает. А точку, возможно, поставит Бакстер Стокман, выпуская маусеров, которые взрываются. И отправляет на перерождение вражеский отряд. И так, здорово, друзья. Друзья, отличнейшая победа, отличнейшая команда. Вот, и мы с вами прорываемся в Лигу Мастеров на первое место. Вот, в максимальной Лиге на 3 звездочки. Что ж, супер, друзья. Сегодня я на этом уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.